Приветствую вас уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях поддержки и сопротивления. Сегодня я подготовил вам несколько сигналов, больше сигнала смотрите на моем канале, ссылочка будет в описании к ролику. Итак, давайте приступим к анализу. Хочу начать с биткоина, много вопросов, пойдет он вверх или вниз, когда же начнется ралли очередное. Что я сейчас наблюдаю? Наблюдаем вот такую небольшую консолидацию и что бы я хотел заметить, это то, что биткоин обычно, ну по крайней мере последняя тенденция, никогда не растет после консолидации. Прежде чем он начинает свой рост, он как правило делает импульс вниз и потом резкий выход наверх и дальше. Давайте посмотрим вот предыдущий, да, например, вот была консолидация, импульс вниз, импульс вверх и пошли вверх. Вот предыдущий, например, рост, давайте наши 4 я отключу, тоже был вот перед ростом, что мы видели? Консолидация, затем сильный импульс вниз, импульс вверх и после этого рост. Здесь вот, например, также перед ростом, что была? Консолидация, импульс вниз, вверх и пошли вверх. Да, это, конечно, не закон, но, тем не менее, есть определенные тенденции повторяющиеся. Сейчас мы тоже видим консолидацию, поэтому мы можем исходить из того, что прежде чем он все-таки пойдет вверх, наверное, сделает импульс вниз, соберет, как говорят трейдеры, все стопы и затем пойдет вверх. Вот, поэтому ожидаем пробития вот этой уровня поддержки, вот, если он все-таки пробьет вниз, то, ну, кстати говоря, я записываю вот в воскресенье, вполне возможно, что он это сделает даже ночью. Вот, ролик выйдет в понедельник. Если это он сделает, то, как один из вариантов его ближайшей цели, может быть, уровень поддержки, это предыдущий минимум. Да, тут цена 38-535, вот, имейте это в виду, прежде чем покупать виткоин. Лучше, ну, скажем так, находите лучшие точки входа, да, то есть более выгодные. Лучше немножко подождать, считаю, если кто-то хочет покупать. Кстати говоря, если кто-то имеет слабость торговать на Binance и других криптовалютах, имейте в виду, что лучше торговать у брокера. Криптобиржа Binance недавно объявила о том, что, может быть, ограничить, может ограничить кошельки, аккаунты российские, в том случае, если у них будет сумма превышать определенное значение денег на счету. Более подробную информацию смотрите у меня на канале, одно из последних видео я снял именно об этом. Ну, и вообще не рекомендую деньги хранить на криптобиржах, их могут в любой момент заблокировать. Лучше торгуйте через брокера, здесь нет никаких ограничений, никаких рисков, поэтому это самый безопасный способ. Пойдем дальше. Евро-доллар. Вообще сейчас все валюты отмечаются высокой волатильностью, поэтому нужно быть осторожнее, соблюдать риск-менеджмент. Что мы имеем по евро-доллару? Вот такая линия поддержки на М30. Если она будет пробита, то подождем разворота вверх и формирование разворотного сигнала на зеркальной линии сопротивления. Вот прямо сейчас нет сигнала никого. Если все-таки пробьем вниз, то ожидая вот такую информацию, это в районе цены 1.07.67, можно будет ставить ордер на продажу. Британский фунт к франку. Имеется вот такая вот линия сопротивления и линия поддержки. Если идем к линии сопротивления, формируется сигнал на продажу в районе цены 1.24.35. И сигнал на покупку от линии поддержки в районе цены 1.2109. Доллар-франк движется вверх. И вот такая линия поддержки есть в районе цены 0.94.82. Можно будет ставить ордер на покупку в ожидании отбития цены от уровня поддержки. Доллар-иен давайте посмотрим. Также небольшая такая консолидация, уровень поддержки, возможно коррекция от этого уровня. Ставим ордер на покупку в районе цены 1.27.901. Вот такие вот сигналы. Еще больше сигналов посмотрите. У меня на канале ссылочка будет в описании. Но сейчас давайте посмотрим экономические события на эту неделю. Их в принципе немного. Понедельник, вторник особо не отметился ничем. В среду будут выступления ИЦБ. Тоже не особо важно. Но кстати говоря, по запасам сырой нефти было отрицательное значение. Прогнозируется положительный, а разрыв достаточно мощный по запасам сырой нефти. Поэтому на эту новость нужно обратить внимание. В четверг будет ВВП по Америке. Ну и в пятницу ВВП по Германии и ВВП по Канаде. Вот к этим новостям нужно присмотреться. Что касается решения по процентной ставке Центрального банка России. Прогнозируется 20%, сейчас 17%. Но вообще-то это немножко расходится с риторикой Набиуллиной. Она вроде планировала снижать процентную ставку. Тут планируется повышение. В общем, скорее всего, будет какая-то неопределенность какая-то. Поэтому какого-то конкретного движения валютной пары доллар-рубль я не жду. Разве что повышенная волатинность. Так что торгуйте осторожно доллар-рублем. Вот такие вот рекомендации на эту неделю. Всем желаю успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok